слава украине привет всем от полонского ребята по ситуации в курской народной республике да потому что есть очень много слухов которые запускает россия и которые наши полезные товарищи подхватывают вот давайте немножко поставим все точки над и что там происходит вот на сегодняшний день 30 августа 2024 года прежде всего смотрите наши продолжают наступать это сразу чтобы пресечь там все слухи о том что вот расисты все перешли в контратаку они там что-то где-то захватили ни черта не захватили в контратаку переходили да и не раз и не два и пожалуй даже не 10 захватить чего-то нет не захватили теперь давайте разберемся потому что пошла уже абсолютно ненужная такая вот истерия какая-то с населенным пунктом коренева ой расисты захватили на населенный пункт коренева все ужасно все плохо кошмар какой-то да вот это вот наше командование ничего не хочет делать ну стандартный набор и псошника да сидит товарищ там майор и шлепает значит ну не майор не шлепает обычно товарищ лейтенант вот эту всю бурду шлепает да так вот что там на самом деле значит так по населенному пункту коренева которая сейчас усиленно пиарят расисты смотрите во первых ничего не там не захватили это раз второе наши его никогда не занимали никогда его не освобождали полностью да там есть как бы через него протекает речка да вот и вот эта речка вот я сейчас специально себе открыл да карту чтобы вам рассказать да река крепная крепно река крепно да крепно так правильно будет так вот получается что вот ту часть коренева с я так понимаю с промзоной мы ее взяли вышли на эту реку вот это река чтобы вы понимали дальше она ну так частично по идее впадает 7 хотя тоже не понять судьба этой реки тоже не совсем понятно вот она ну скорее всего да да где-то нам 7 впадает дальше вот дело не в этом смотрите расисты они ушли в другую часть коренева мы ее никогда в жизни не брали никогда наших там не было может заскакивали скажем так дрг наши туда это да но чтобы наши брали коренева полностью такого не было расисты в свое время это говорили действительно некоторые z-каналы вот такие же паникеры как наши паникеры значит начали писать но это была непроверенная информация и потом как потом оказалось наши коренева полностью никогда не брали бои там как шли вот это неделю назад так они идут там и сегодня сейчас расисты там действительно перешли в контратаку но судя потому что пишут наши боицы оттуда контратака была практически безуспешной все важные точки которые мы занимаем в коренева они за нами все . то есть вот эти разговоры что расисты захватили коренева они не могли захватить то где они были все это время наши корень его не занимали никогда вот так понятно да нет полностью или до пугодеки да и кстати беременные да теперь еще один интересный момент коренево кореньева это очень интересный момент значит тут проходит скажем так единственная дорога вот туда к глушково глушковая группировка глушковская и И назовем ее Глушковско-Теткинская группировка расисток, где находится 3000 человек. Так вот наши в Коренево как раз эту дорогу перерезали. И расисты ее деблокировать не смогли. То есть судьба вот этой всей Глушковской группировки, она сейчас зависла в воздухе. И расистам надо кровь с носу что-то с этим делать, потому что снабжение там дряное. Они уже вот говорят, что Теткин находится чуть ли не в полном окружении. Но это опять, вот насчет Теткина, Попова Лежачи или Лежачи, как это правильно. То, что они сейчас говорят, что оно там в полном окружении, что оно полностью отрезано от внешнего мира, оставим на их совести. Потому что у меня таких данных нет, но возможно где-то плюс-минус это так и есть. То есть вот оставим на их, как говорится, совести. Хотя в принципе, если честно сказать, посмотрев на Теткина, понимаешь, что единственная дорога, которая туда ведет, даже в случае, если наши там не заняли соответствующие участки, она находится, конечно же, под огневым воздействием. И заехать и выехать сейчас из Теткина невозможно. Это действительно правда. Это так. Но если на этой дороге наши войска, мы не знаем. А даже знали бы, говорить не стали. Вот таким вот образом. То есть, а через, соответственно, Коренева идет туда дорога. И, конечно же, расистам очень было бы нужно, чтобы эта дорога, значит, была свободна для них. Но она уже не свободна. Вот таким вот образом. Либо мы ее пересекли в некоторых местах, либо она находится под абсолютно полным огневым воздействием. А как-то ее объехать невозможно, потому что там со всех сторон водные преграды. И как-то проложить другой путь там невозможно. Такой, чтобы он не был под нашим огневым контролем. Поэтому за Коренева узбогойтесь. Как там ситуация была, плюс-минус там неделю назад. Проблизительно такой же эта ситуация сегодня и есть. Дальше. Что еще? Населенные пункты. Ну вот, сами признают опять. Рашисты пишут, что некий населенный пункт Журавли, это там рядом находится. Полностью под сбройными силами Украины. В Кременном у расистов там вроде бы они еще есть, но они, ну как они пишут сами из этого инкора, что они там блокированы. Каким образом блокированы, не будем уточнять, но там они есть. Вот. И рядом еще целый ряд населенных пунктов, типа Ветрено, Дуровка, хорошее название, кстати, Ольговка, где расисты утверждают, что тоже находятся наши. То есть, ну как вам сказать, ну опять верить расистам это дело кажется каждого, но как вам сказать, говорит, что у расистов там идет контрнаступление какое-то большое. Да, оно где-то идет, но что они хоть что-нибудь заняли? Нет, конечно нет. Когда они что-то занимают в той же Курской народной республике, все довольно просто. Вот смотрите, если наши, допустим, послали в ДРГ, ДРГ прошло там 5-7 километров, на карте это там Дипстейт сразу же отображает, что вот там ДРГ доехала до какой-то точки, начинается бой, ДРГ понимает, что оно не совладает и отступает назад. Опа, на следующий день, значит, этот кишканг, который был осенний, становится опять серой или красной, все паника, все истерика, на наших напали, на наших разбили, понимаете, да? А это всего лишь ДРГ прошло вперед, вернулось назад, оно не должно было там закрепиться или не смогло закрепиться. Прошло в другом направлении. Вот такое там происходит сплошь и рядом. Вот еще один очень важный момент. Рашисты начали без разбору бомбить собственные города. Летит по разным населенным пунктам, прежде всего по суджей летят бомбы, я уже рассказывал, там разбит, значит, ледовый стадион, который там свежепостроенный был, они просто кабом четко в него положили. Ложат кабами по своим же селам, где им кажется, что находятся наши, то есть абсолютно, скажем так, относятся к этому всему бездушно, бессердечно, то есть, ну, знаете, цель оправдывает средства. Вот так я вам скажу. Рашисты как расисты, они в своем репертуаре, ничего нового я вам, как говорится, здесь не скажу. Очень сильное разрушение во многих населенных пунктах, да, эвакуацию расисты проводили такую, только, значит, эвакуировали ментов своих, эвакуировали своих, свою администрацию вот эту местную, вот этих тоже путинцев, вот, ну, и ФСБшников семьями, да, вот этих всех вывезли. Вот, на всех остальных наплевали, делайте, что хотите, очень много людей осталось, вот сейчас с ними приходится проводить работу, соответственно, ну, и потому что они же как-то там должны жить, существовать. Вот, так что, друзья мои, смотрите, в общем и целом, продолжается наше наступление, это по большому счету, вот если брать все вместе фронты, в Куренево расисты получили уши дохлого осла, вот, рядом населенные пункты, по словам расистов, большая часть их под сбройными ссылами Украины, вот, ну, а если вам кто-то рассказывает что-то, что-то обратное, ну, я не знаю, ну, как правило, человек либо в погонах расистских со звездами, да, либо человек с пончиком на диване и глубокий-глубокий такой стратегий, других вариантов нет.